Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Выровняют грунт и посеют газон А весной здесь уложат асфальт Установят скамьи и урны Предполагается, что аллея приобретет Новый ухоженный вид к лету 2018 года Мне кажется, лучше будет, что будет посажено От тополей же От тополиный пух Что-то какие-то вот эти вот Ну, думаю, что будет хорошо Озеленение будет красиво Будет же цвести Будет все хорошо у нас Прекрасный будет город Я думаю, что Украсит, конечно Конечно, раньше были тополя, березы А сейчас это, но я думаю, что будет гораздо лучше Раз уже вырубили, то очень даже хорошо Они цвести будут весной А потом для птиц Осенью будут ягоды То есть Очень хорошая вещь Ну, конечно, тополя хуже будет, чем новые какие-то деревья Это да Но вопрос только в том, как они приживутся И сколько будут расти Потому что большие не посадят А какие посадят, они, может, только лет через 10 нормальными будут А до этого времени она довольно-таки куца будет смотреться А мы продолжим 300 тысяч рублей Отсудила барнаульская пенсионерка У крупной компании-перевозчика После падения в автобусе Как сообщает прокуратура Алтайского края В апреле 2016 года 57-летняя женщина ехала на работу В автобусе номер 109 Водитель резко затормозил Пенсионерка упала И сильно ударилась головой Автоперевозчик и страховая компания Отказались возмещать Причиненный ей моральный вред Потерпевшая подала в суд И выиграла Решением Октябрьского районного суда Барнаула С транспортной компанией взыскано 300 тысяч рублей Перевозчик не согласился с суммой компенсации И счел, что достаточно и 100 тысяч Но жалобу ответчика оставили без удовлетворения Коллегия согласилась с выводами районного суда А сейчас главная тема прошедших выходных Парад оркестра в гонке на роллерных лыжах Открытие Барнаульского Арбата В краевой столице прошел двойной праздник Он был посвящен 287 дню рождения Барнаула И 80-летию Алтайского края Для тех, кто не смог побывать на праздновании Краткий обзор основных мероприятий Подготовил Илья Кочетков Хлеб, соль, город мастеров, народные промыслы И даже робототехника Музыка и веселье Традиционно площадь Советов стала выставкой достижений Которыми славятся Барнаул и Алтай Войлочные вещи, в которых столетиями ходили В сибирские морозы Разнообразные украшения А вот так наши предки веками изготавливали всю металлическую утварь От лопаты до гвоздя Теперь же пламя и наковальна служат искусству Это концевик в ветке Также участвует в панно, в подсвечниках, в кованой мебели Традиционная, знакомая, всегда близкая Места хватило и спортсменам, и ремесленникам А барнаульцы и гости города перетекали от площадки к площадке Благо, погода выдалась прекрасная И лишь иногда им путь преграждали спортивные забеги Например, вот такие экзотические на лыжероллерах Одной из изюминок праздника стал парад духовых оркестров Наряду с барнаульскими На этот раз поздравить соседей Прибыли музыканты из Новокузнецка, Новосибирска, Бийска А также из Казахстана и Республики Тыва Но настоящий праздник ароматов, цветов, звуков ждал гостей в национальной деревне 35 национальных объединений Поляки, литовцы, евреи, азербайджанцы, казахи, украинцы, многие другие В каждом павильоне могли и развеселить, и накормить, и песню спеть Ой, дер гуляла, позадер гуляла А с кем стояла, с казаком стояла А вот здесь сразу вспоминаешь, что Алтай издавна называют краем тысячи народов Хотя студенты из Нигерии признались, что жить у нас после окончания учебы Вряд ли останутся сильно холодно Однако уже чувствуют себя как дома В этом году площадок стало на одну больше Ко дню города приурочили открытие пешеходной зоны на участке улицы Молотобольской Его власти и горожане уже неформально окрестили Барнаульским Арбатом Происходящее заранее анонсировали как выставку Барнаул-туристский Туризм по-барнаульски – это живые скульптуры, изображающие персонажей из истории горнозаводского прошлого Здесь же предлагали свои услуги ведущие барнаульские турагентства За собственно арбатскую атмосферу отвечали художники, организаторы развлекательных площадок и фотозон, и творческие коллективы Ради этого большинство людей готовы были прикрыть глаза на многое На то, что часть Арбата пока лишь нарисована А один из ключевых пунктов туркластера – парк центрального района – только начинает преобразовываться В принципе, конечно, лучше стало, чем было, вот эту улицу взять, да, потому что здесь и ларьки были, и асфальт был положен кое-как Первая ласточка удалась Она не первый, блин Вот, но если это тормознется только вот этим открытием, и дальнейшего развития не будет, это будет, ну, неправильно Ближе к вечеру барнаульцы потянулись на площадь Сахарова Причем так активно, что к началу концертной программы были заняты даже подступы к главной сцене Неудивительно поздравить краевую столицу и край приехала вечно молодая группа «Корни» Завершился двойной день рождения грандиозным фейерверком Город и край стали еще на год старше Илья Кочетков, Андрей Печоркин, информационный канал «Город» Ставили палатки, разводили костеры, покоряли склоны В барнаульском поселке Кирово прошел ежегодный туристический слет, участие в котором приняли ребята, оставшиеся без попечения родителей Рассказывает Полина Жданова Марина – воспитанница барнаульского интерната Жизни без спорта не представляет Девушка увлекается боксом, лыжами, легкой атлетикой и баскетболом Не случайно, что каждый год она участвует в туристическом слете и помогает своей команде добиться победы Больше всего мне нравится проходить спуски, подъемы, всякие параллельные веревки, узлы вязать Я без спорта вообще не могу сидеть на месте Занимаюсь каждый день, бегаю по утрам В своей любви к спорту девушка не одинока На ежегодные соревнования по спортивному туризму приехало более 70 воспитанников интернатов Помимо барнаульских, это ребята из Олейска и Заринска, из поселков Кытманово и Романово Участвуют сборные команды, возраст не ограничен То есть те дети, которые проживают в центрах помощи, все имеют право участвовать Некоторые даже есть у нас дети в вузах учатся, но так как они проживают там, то они имеют право участвовать В этом году организаторы решили упростить программу, убрали полосу препятствий, которые детям дается нелегко Ну а победителями соревнований стали ребята из Барнаульского центра помощи номер два Хотя призы и подарки достались всем участникам Полина Жданова, Алексей Фризин, информационный канал «Город» Давние друзья телепроекта «Надежда на чудо» следователи отмечают большой юбилей Десять лет следственное управление работает как самостоятельный орган И восемь из них правоохранители не оставляют без внимания маленьких пациентов онкоотделения И в свой праздник они исполнили еще несколько желаний малышей Как бывает не слезть к Деду Морозу в погонах? Герой нашего телепроекта «Надежда на чудо» такого волшебника знает лично И видит его намного чаще, чем зимнего дедушку Таким реальным сказочным персонажем для малышей стали следователи Восемь лет дружбы Таков срок крепких отношений следственного управления и онкологического отделения В первый раз правоохранители пришли сюда, чтобы исполнить мечту маленькой девочки Тем подарком была обычная кукла Следователи стали приходить в отделение на каждый Новый год и дни рождения детей Деньги на покупку подарков жертвует каждый из сотрудников Мы вручаем вам сегодня благодарственное письмо от мати-дитя Сегодня у вас в гостях телепроект «Надежда на чудо» Потому что вы с нами пошли именно с этого телепроекта Я его придумала в 2009 году, предложила моим друзьям-телевизионщикам Они стали моим вторым крылом И мы с вами обрели новый проект, на котором в этом году исполнилось 8 лет То есть в итоге вы идете с нами 8 лет Практически каждый из этих сотрудников уже бывал в отделении Говорят, идти туда порой тяжелее, чем на задании Мы стараемся менять составы, потому что для наших следователей, для наших рядовых сотрудников это достаточно эмоционально Мы не уходим оттуда без слез Те, кто приходят туда второй и третий раз, конечно, мы уже адаптируемся Мы уже прячем в себе эти негативные эмоции И уже у нас позитивные настроения Сохранить это настроение действительно непросто Когда рядом с тобой улыбается ребенок, на груди виден свежий шов после операции Сотрудники управления делят с детьми радость и боль А еще пытаются отвлечь от тяжелой болезни, исполняя мечты малышей Эти желания могут показаться обычными Книга, игрушка или телефон Но дети действительно о них мечтают Ведь деньги семьи идут на покупку дорогих лекарств Пациенты у онкоделения уже давно знают, что кроме шубы и бороды Дед Мороз носит и китель Форма нет, дети не боятся Они очень хорошо к ним относятся Они их любят, потому что они с ними хороводы водят Они с ними режут, клеют И я, и мои коллеги, мы, конечно, видим отдачу, которую дети нам на подарки отдают Это их улыбки, это их радость Они на несколько минут забывают о своей болезни И мы считаем это очень важным За 8 лет сотрудники настолько привыкли к малышам Что они безучастно следят за их выздоровлением И радуются не меньше мам, когда ребенок покидает больницу Правоохранители пытаются исполнить каждое желание Сегодня одним из подарков стала обезьянка Вот тут мелодии переключаются Вот так включается Машинка обязательно дождется в отделении Данилу А еще одно желание исполнилось в Славгороде у маленькой Василисы Следственное управление дарит тебе самокат Ты хотела же самокат, Василиса? Сделать мир маленьких пациентов ярче и интереснее может любой из вас, дорогие телезрители Желаний у детей, порой прикованных к постели, немного Но на первый взгляд простые игрушки могут подарить малышам столь долгожданные минуты счастья У меня мечта это планшет У меня был планшет, ну сломался Как-то денег снова хотелось, планшет там, чтобы успокоиться Баби Бион Баби Бион, она куклу мечтает Потому что она мне пищит Потому что, скажи, я хочу быть мамой, да? Планшет Планшет зачем он тебе нужен? Чтобы там разные игры скачивать Так скачивать или играть? Или учиться? Ну, физику знать Даже физику знать? Угу Учиться Учиться еще Время знать В этом списке есть еще и телефон, чтобы почаще слышать и видеть родных Не оставайтесь безучастными Помочь вы можете и просто, пожертвовав любую сумму на счет фонда «Мать и дитя» Подарите малышам шанс на выздоровление Анастасия Дороган, Полина Жданова, Ирина Корчагина, Александр Антропов Информационный канал «Город» В Барнаул из Москвы приехал необычный театр В данные минуты на площадке Дома актеров идет спектакль «Правозащитники» В его основе реальные жизненные истории, как и во всех постановках репертуара театра Док не вымысел, а правда С актрисой и режиссером документального театра Ольгой Лысак беседовала Елена Кузовкина Ольга, здравствуйте Здравствуйте Насколько я знаю, в репертуаре вашего театра нет привычной чайки, к примеру, да? Ну, или пиковой дамы Ваши постановки основаны на реальных историях, реальных конкретных людей Почему за основу спектаклей взяли именно вот эти темы? Есть такая технология Все помнят, наверное, у всех были диски, да? На компьютере там было такое слово «вербатим» написано На каждом диске Это с латыни означает «дословно» Эта техника уже довольно давно используется Когда берется живая речь, живой человек Записывается интервью, вам это должно быть знакомо И потом расшифровывается, собирается огромное количество материала И человек выводится на сцену как персонаж Это в 2002 году был создан драматургами Михаила Мугарова и Еленой Греминой Театр именно как для постановки современных текстов Для выведения спектаклей И производства спектаклей Именно тех, которые не ставятся в академических театрах То есть получается, любой желающий может стать героем Вернее, его история может стать основой Вашего спектакля Да, или история Вашей семьи, или история Ваших близких Какая-то болевая точка есть Есть такой у нас проект «Охота за реальностью» Вы можете записать это интервью, собрать материал И принести его в виде заявки Отсмотрят это профессионалы, драматурги, режиссеры И если в этом есть элемент искусства, элемент драматургии То это будет дорастет до спектакля Так было вот со спектаклем «Правозащитники» Со многими другими проектами Первый спектакль по вербатиму я поставила в 2005 году Это был «Красавицы.вербатим» Это было именно собрано интервью драматургами о красавицах Еще есть у нас про врачей спектакль Вот сейчас про правозащитников И это имеет очень такой отклик живой Потому что люди не выдуманные Ситуации не смоделированные Это не фантазия Это именно реальность, которая становится Через призму искусства выводится на сцену Насколько комфортно вам, как актрисе И всем участникам постановок Вот в образах живых, существующих людей Одно дело они прописаны авторам Конечно, я понимаю, о чем вы говорите Особенно человек этот приходит А если он еще и в зале находится Да, особенно если у нас в состоянии вытянутой руки И, конечно, энергетика этого человека Она очень сильно влияет И когда уже у нас выходит премьера Потом приходят почти все уже прототипы Спектакля «Правозащитники» Уже побывали на нашем спектакле И это, конечно, такой происходит взрыв эмоций Особенно, когда мы выводим их обязательно в финале на поклон И это такой вот тот самый, мне кажется, катарсис О котором говорили греки Который и случается в этот момент Потому что тут нельзя врать вообще Не знаю, известно вам или нет Но в городе Барнауле неоднократно пытались молодые артисты Сделать что-то свое Какой-то вот экспериментальный театр, что ли, открыть Ну, так сказать, чтобы получили всеобщую известность и популярность Но пока не получается Как вы думаете, почему экспериментальный театр не приживается особо? Ну, это очень плохо Живой театр нужен И мы очень рады, что нас пригласили Мы сейчас думаем, что после нашего отъезда все изменится Потому что, когда люди видят То есть, что завывать, что-то там петь Это уже, как я говорю, сейчас уже такое не носят Я специально говорю, не носят Да, неграмотно Потому что это уже манера игры, которая не современная И нельзя так петь на сцене Нужно, когда они видят живую кровь, живую речь Уже ты не понимаешь, люди понимают, куда ей нужно расти И какая планка То есть вопрос и проблема отдаленных Я всегда говорила, что никакой провинции не существует Что провинция, она в голове И любой талантливый человек, он может создать вокруг себя среду Но у него должны быть критерии У него должна быть планка, заданная Но конкуренцию все равно ведь они профессиональным театром не смогут составить Перетащить сюда зрителей Пусть нас рассудит история Встретимся через пару веков И тогда посмотрим, кто был прав Антреприза с Куни Против которой я просто в любой провинциальный город Ты приезжаешь и видишь этого Куни Я считаю, что это портит людям вкус Этого не надо Это плохой театр Это пошлые шутки Я совершенно категорически против этого Но это самый кассовый спектакль Кто станет следующим героем вашей постановки? Ну сейчас очень много Сейчас опять у нас будет этот вот ковш, захват Как Михаил Ильич называет, ловушка смыслов по Уильямсу Ковш вот этот, зачерпывает эту реальность Потом через сито это все просеивается Может быть личные есть предпочтения? Мамы были? Ну у меня еще есть сейчас спектакль Тоже мы с Еленой Анатольевной его сделали Последний, вот это «Разорвите нашу связь» Там документальная тоже история Там мама, которая взяла, усыновила девочку из детского дома И трагедия в том, что она хочет ее вернуть обратно Спасибо за эту интересную беседу Пожалуйста Ну а я напомню, что сегодня моя собеседница Ольга Лысак Режиссер, актриса, театр и кино Открытое первенство Сибирского федерального округа Погребли на Байдарках и Каное прошло в Барнауле на базе школы гребли имени Константина Костенко Это первый официальный турнир, вошедший в календарь Минспорта России Около года назад, в день официального открытия школы, она не функционировала Что изменилось к дню первых крупных соревнований, узнала Яна Аксенова Аня Мещерякова из династии гребцов В спорт ее привел папа Занимается греблей уже пять лет Говорит, сначала относилась к этому виду спорта несколько враждебно Ведь многие подруги тянули носок в танцевальных кружках, а не весло в лодке Сейчас Ане есть чем гордиться Она стала второй на всероссийских соревнованиях в Воронеже Взяла три золотых медали в Саратове И уже стала кандидатом в мастера спорта В Алтайский край, отстаивая честь своей республики, приехала одна Конечно, не хватает немного ребят Потому что часто ездим вместе на соревнования Какая-то своя дружеская атмосфера Но здесь много знакомых И, в принципе, хорошо На соревнования прибыло около тысячи спортсменов Это 12 команд из Башкортостана, Екатеринбурга, Москвы, Узбекистана и нашего региона Легкой воды грибцам пожелали почетные гости Участник сборной России по гребле Андрей Крайтер Вице-президент Всероссийской Федерации гребли на байдарках и кануэ Дмитрий Миронов Чемпион Европы и мира Александр Дейченко В Сибири необычное место для гребли Зачастую у нас в южных регионах очень хорошо развита гребля Но сегодня увидел, какой здесь масштаб У меня таких условий далеко не было И мы мечтать могли о том, чтобы все рядом было Мы переодевались в вагончики Школа имени Костенко – самый крупный объект в Сибири По гребле на байдарках и кануэ В ближайшие годы здесь планируют построить обводной канал А такой есть только на Олимпийском гребном канале в Москве По словам спортсменов, далеко не все школы страны Могут похвастать такими условиями, как здесь Тренажерные залы, гостиница и столовая в двух шагах от канала Однако год назад, в день официального открытия школы, все это не функционировало К первому серьезному событию в жизни алтайского гребного спорта Подготовились основательно и закончили почти все работы Выглядит все очень хорошо Тренажерный зал вообще просто мечта какая-то Очень красиво все, тренажеры прям классные Здесь понтоны такие не особо устойчивые Они маленькие и их сносят очень быстро В следующем году за счет внебюджетных средств начнут строительство обводного канала Его наличие позволит проводить соревнования международного уровня Это второй этап строительства школы гребли Хотят сделать подъездную дорогу, мост и оборудовать фотофиниш Планируется, что именно в этой школе будет готовиться к Олимпийским играм в Токио В 2020 году национальная сборная России Сбудется ли прогноз, покажет время Яна Аксенова, Алексей Фризин, информационный канал «Город» Массовый старт Сразу несколько алтайских профессиональных клубов Открыли сезон в минувшие выходные Так волейбольный университет дважды в родных стенах Не оставил шанса гостям из Георгиевска Счет обоих встреч словно под копирку 3-0 Какие еще клубы одержали победу А кто потерпел поражение, знает Кирилл Политов Затяжное пике Барнаульская «Динамо» проигрывает второй матч подряд На этот раз выездной встречи против смены Из Комсомольска на Амуре До середины первого тайма дела у синебелых шли более чем успешно Отличился форвард Владимир Завьялов Однако уже до перерыва Хозяева отыграли сначала один гол А затем забили еще два В результате 3-1 победа дальневосточников Следующую игру команда Сергея Шишкина Также проведет на выезде На этот раз против клуба «Сахалин» Вслед за «Динамо» неудачу потерпел И «Алтайбаскет» Под пристальным взглядом нового тренера Рамуалдиса Петрониса Который приступит к обязанностям с января Барнаульцы вылетели из борьбы за кубок страны Неутешительные новости для болельщиков Пришли из столицы Урала Как раз с хозяевами паркета Баскетовцы сыграли ключевой матч квалификации Вновь, как и в прошлогоднем финале Сильнее был «Уралмаш» Счет 90-75 Дальше в 1-16 стадию идут Свердловцы Барнаульцы едут домой Готовятся к чемпионату Громкая пощечина Хоккейный Алтай в первом официальном матче сезона На глазах у родной публики В день рождения краевой столицы Разгромлен гостями из набережных Челнов Счет встречи выглядит и вовсе катастрофой 2-6 Свои фамилии на табло увидели Барнаульцы Маркелов и Жданов На следующий день подопечные Евгения Бакланова Все же взяли реванш Вновь дважды отличился Жданов Затем Шубович и Симоненко Гости ответили лишь двумя заброшенными Как итог 4-2 В пользу красно-синих Две такие боевые игры Вчера, да Вот эти вот эмоции Немножко перехлеснули, ребят Там многие на себя не были похожи Провели собрание немножко Поговорили Дальше Алтай вновь играет На домашнем льду 20 и 21 сентября Принимает клуб Чебоксары Обе игры начнутся в 19 часов ровно Кирилл Политов Информационный канал Город Сегодня в 20 часов На ТНТ смотрите новую серию Ольги Ольга становится бабушкой Но Гриша не желает разделить с ней это счастье Он просто исчезает У Ани депрессия И Андрюха решает помочь ей А в 21.00 не пропустите ТНТ-комедию 8 первых свиданий Телеведущая Вера знать не знает О существовании ветеринара Никиты Однако судьба зачем-то упорно сводит их вместе Чем закончится эта история Смотрите сегодня на ТНТ В жилом комплексе Парковой Расположенном по соседству с Барнаульским санаторием Начали возведение первого дома Комплекс построят в Сосновом Бару Он станет логическим продолжением Барнаульской Рублевки Мечтаете жить в живописном месте Недалеко от центра? Есть решение В жилом комплексе Парковой Строят современные уютные квартиры Ценителям комфорта придутся по душе Высокие потолки около 3 метров И панорамные окна с видом на Сосновый бор Дизайнеры оформят территорию в эко-стиле Это очень хорошее перспективное место И единственное последнее, наверное, оставшееся в Барнауле для застройки Потому что более таких мест, респектабельных, я думаю, уже, наверное, не будет Шесть домов премиум-класса на Зминогорском тракте Станут продолжением Барнаульской Рублевки Сдача первого из них запланирована на 4-й квартал 2018-го Но застройщик опережает сроки И планирует ввод в эксплуатацию в августе-сентябре следующего года Завтра в Барнауле ночью ясно и до плюс 10 днем дождь и до 18 тепла На сегодня все, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok